Массовая вакцинация в нашей стране стартовала в январе этого года по приказу президента России. За это недолгое время привились более 60 тысяч жителей Верхней Волжья. К слову, около половины из них граждане старшего возраста. Но пока одни записываются на прививки, другие продолжают верить в слухи о том, что вакцинация может ударить по здоровью, вызвать онкозаболевания, даже мужское бессилие и смерть. Это не более чем фейки, говорят специалисты. Тверской врач-иммунолог развенчал популярные мифы о спутнике ВИ. Вы вакцинировались от коронавируса? Нет. А почему? Ваше мнение? Антитела были, скорее всего, был заражен. Нам пока в данный момент нельзя, потому что мы страдаем астматикой и гипертонией, пока нам нельзя. У меня противопоказания. Бронхиальная болезнь. Если человек переболел, там, по-моему, не делают прививку. И это одно из самых распространенных заблуждений. Вовсе не значит, что если человек переболел коронавирусом, то вакцинироваться не нужно. Споры специалистов по этому поводу были долгими. Но практика показала, что активность выработки защитных антител со временем идет на убыль. Если прошло 6 и более месяцев после перенесения заболевания, то вакцинироваться необходимо. Потому что, к сожалению, естественно, иммунитет, который сформирован, он уходит. И необходимо его поддерживать, поскольку повторные случаи заражения становятся более частыми. Даже тяжелая форма коронавируса не дает гарантии, что иммунитет сохранится надолго. Зато вакцины способны его усилить. Переболевшему спутник ВИИ вводят по стандартной схеме два укола с перерывом в 21 день. Еще один вопрос стоит ребром перед населением. Сдавать или нет тест на антитела перед прививкой? Мы вводим по человеку не коронавирус, это аденовирусная инфекция, которая достаточно распространена. Мы с ними контактируем постоянно. Нигочего нового, чем человек не сталкивался до этого, в данном случае мы не получаем. Поэтому, если вдруг вот такое неудачное сочетание обстоятельств, что он уже, допустим, заболевал, у него были уже какие-то симптомы, о которых он не знал, какой был симптом, начальник дальше привился, ну, ничего страшного из этого не произойдет. Спутник эффективно работает и против новых штаммов коронавируса. При этом только что вакцинированный человек не может быть заразен, так как в основе препарата лежит аденовирусный вектор. Потому вирус не способен к размножению. После встречи с компонентами организм уже вырабатывает иммунную память. После введения препарата могут появиться побочные явления. Чаще всего это температура и слабость. Но бояться не стоит. Даже чисто теоретически мы, имея температуру, понимаем, что иммунный ответ очень высокий. Вопреки стереотипам спутник ВИНИ может вызывать ни бесплодие, ни новообразование. Он не содержит в себе живых вирусов и создан по проверенным технологиям. Потому бояться прививки гражданам с хроническими заболеваниями, в том числе эндокринной и сердечно-сосудистой системы, не стоит. А у них чаще всего коронавирус протекает в тяжелой форме. В данном случае необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Противопоказаниями на сегодняшний день являются признаки ОРВИ, хронические заболевания именно в стадии обострения, беременность, период лактации и прохождение лучевой терапии при онкозаболевании. Но и привитом не стоит торопиться снимать маски, говорят специалисты. Вначале необходимо сформировать массовый иммунитет. А для этого необходимо привить большую часть населения региона. Напомню, что записаться на вакцинацию можно по номеру 122 через портал госуслуги или электронную регистратуру. На сегодняшний день в регионе функционирует 38 прививочных пунктов, а в отдаленные районы выезжают специальные мобильные бригады. Продолжение следует...